МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Сейчас расскажу вам о самых главных событиях муниципалитета. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев посетил медицинские объекты нашего района. Сколько у вас тут бригад? 13. 13? Это на весь район? Да, да, и свое настроение. Павла Грудинина сняли с должности председателя Совета депутатов города Видное. Теперь на нас лежит больше ответственности. Мы должны доказать своим жителям, что мы сделали правильный выбор. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся концерт вокальной музыки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Видное наглянула министерская проверка. После окончания рабочего дня министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев посетил лечебные учреждения нашего города. Вместе с главой муниципалитета они побывали в районной больнице, взрослой и детской поликлиниках, а также на станции скорой медицинской помощи. В ходе посещения Видновской районной клинической больницы Дмитрий Матвеев задал множество вопросов по организации лечебного процесса. Осмотрел хирургическое и кардиологическое отделение. Увидел новую медтехнику, оснащенные кабинеты. Исполняющий обязанности главного врача больницы Филипп Устинов рассказал о том, что теперь лежачие больные могут вызывать медицинскую сестру с помощью специальной кнопки. Сколько стоит? Где-то 30. 30 тысяч стоит? На все полоты? Да. А там одна кнопка или у каждой кнопки? Нет, у каждой такой пульт. Ну как, она дистанционно работает. Вот мы сделали. Вот, все, то есть мы сестра Видна. Одной из тем затронутой в ходе визита был ремонт взрослой поликлиники. Здание большое. Перевести на время все это медицинское хозяйство проблематично. Сколько здесь участков? 28 терапевтических и 7 ВОП. А узких сколько еще? Узких специалистов? Ну, где-то человек 30. Пока рассматриваются различные варианты. Важно, чтобы людям было доставлено минимум неудобств. Еще одно место, которое посетил министр – станция скорой медицинской помощи. Дмитрия Матвеева волновала, насколько жители удовлетворены работой скорой. Сколько у вас сейчас бригад? 13. 13? Это на весь район? Да, на весь 11 район. А вот обещали, две еще дополнительные усилия? Две дополнительные усилия. С усилием с марта месяца. Прибавив еще две бригады. С первого марта. У нас будет 15 бригад. А было 9 в октябре. А почему 9 было? Из-за недостатка кадров. Сейчас, как заявили на станции, штат укомплектован. А нагрузка на одну смену для каждой бригады составляет 8-9 вызовов. Последней точкой поездки стала Видновская детская поликлиника, где гостей встретил заведующий медучреждением Юрий Борисов и рассказал об успехах и проблемах, одна из которых – недостаток площадей. Поликлиника расширяет свои возможности, а кабинетов не хватает. Выход из ситуации есть всегда, заявил Дмитрий Александрович. Нужно только иметь желание. Раз в три года каждый человек, достигший возраста 21 года, должен проходить полную диспансеризацию. Для этого даже предоставляется один оплачиваемый рабочий день. Но, правда, пока далеко не все осознанно подходят к этой важной процедуре, ссылаясь на занятость или уверенность в своем здоровье. Наш корреспондент Татьяна Брылова диспансеризацию проходит регулярно и готова рассказать об одном, но очень необходимом обследовании – анализе крови. Перед прохождением диспансеризации вам выдадут вот такой бегунок, на котором указаны все виды обследования и все кабинеты. Чтобы обойти всех врачей, вам понадобится всего полтора-два часа. Одно из важных обследований – анализы крови на сахар и на холестерин. Их берут в один заход, но для достоверности результата сдавать кровь нужно натощак. Норма сахара крови 5,9. При этом бывает и 6 с лишним, и 7, и даже до 8. И при повышении цифр сахара в крови мы направляем человека на определение гликированного гемоглобина. И если он не в пределах референсных значений, на консультацию к эндокринологу. Так, за прошлый год повышенный уровень сахара был впервые выявлен почти у 700 человек. А впоследствии многим из этих людей поставили диагноз – сахарный диабет. Если же в крови обнаруживается превышенная норма по холестерину, то это первые звоночки к развитию таких опасных заболеваний, как инсульт и инфаркт. Только при грамотном лечении, снижении цифр холестерина, в частности, его фракции липопротеидов низкой плотности до 1,8-1,5, можно не только приостановить процесс атерогенеза, но как бы даже и остановить его, тем самым предотвратив инфаркт-инсульт. Валентина Николаевна Бочарова в этом году отметит 80-летие. Но выглядит женщина гораздо моложе, потому что активно, жизнерадостно и следит за своим здоровьем. И сегодня она пришла за результатами своей диспансеризации. Сахар крови у вас в пределах референсных значений, и холестерин крови в пределах референсных значений. Селула, все нормально, и я спокойно живу, бегаю за внуком, то в бассейн, то на какую-то лепку, то еще куда-то. Во время нашей съемки мы встретили нескольких человек, проходящих диспансеризацию. Одним предложили обследоваться лечащие врачи, другие сами регулярно контролируют свое здоровье. Во-первых, я уже не в том возрасте, чтобы как-то не следить за своим здоровьем. А во-вторых, ну как бы, это же мне нужно. Напомню, что пройти диспансеризацию можно в любую субботу или по будням в утренние часы. Быть уверенным в своем здоровье – важно. Татьяна Брулова, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 14 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов городского поселения «Видное». На повестку дня вынесли два вопроса – снятие полномочий с председателя Совета и избрание нового. Большинством голосов Павел Грудинин был отстранен от должности председателя Совета депутатов поселения. Его коллеги мотивировали свое решение тем, что Павел Николаевич не смог организовать работу городского Совета депутатов должным образом. После его неоднократных заявлений, что надо не работать, а просто вставлять противовес администрации и администрации района, не исполняются никакие решения Совета депутатов. Нарушается регламент, нарушается устав, нарушается законодательство. Это неоднократно мы говорили. У нас выносятся вопросы, не рассматриваясь с другими депутатами, только одной фракцией. И мы боремся с этим постоянно. Просто депутаты объединились, устали от этого постоянного беспредела. Решили выбрать другой вектор, более, как мы считаем, рациональный, более положительный для города. Теперь на нас лежит больше ответственности. Мы должны доказать своим жителям, что мы сделали правильный выбор. Новым председателем Совета депутатов городского поселения Видное избран Игорь Коршаков. Новую меру социальной поддержки принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Теперь для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы за вывоз мусора. Министерством социального развития Московской области подготовлен новый законопроект. Он позволит сразу трем категориям граждан получать ежемесячную компенсацию расходов за обращение с твердыми коммунальными отходами. Пенсионеры до 70 лет смогут вернуть себе начисление в размере 30%, до 80 – половину суммы, а старше получить полную компенсацию. Вы знаете, когда появится услуга в квитанции по этой твердым коммунальным отходам, не надо пугаться. Они знают, что они за эту услугу получат меры социальной поддержки. Нужно просто подать заявление, значит, к заявлению нужно будет предложить выписку из домовой книги, квитанцию, где стоит номер лицевого счета, свой паспорт и куда денежные средства перечислять. То есть лицевой счет, либо карточки, либо сберкнижки, кто как хочет, либо кто хочет на дом получать. Это же отдел доставки. За помощью по этому вопросу можно обратиться в Управление социальной защиты населения, где более подробно расскажут о порядке выплат. 15 февраля во многих городах России отмечается необычный праздник – День влюбленных в Крылова. Самый известный обладатель этой фамилии – Иван Андреевич, великий баснописец. В Расторгуевской библиотеке ребята из шестой школы говорили сегодня на языке эзопа – человека, открывшего для мира жанр басни. Продолжит тему Михаил Решетов. Не успела страна отпраздновать День всех влюбленных, как снова День любви. И на этот раз к творчеству Ивана Андреевича Крылова. В этом году в нашей стране проходит первая всесоюзная акция – День влюбленных в Крылова. Ну, конечно, мы как библиотекари не могли пройти мимо этого мероприятия. И в годовщину 250-летия со дня рождения нашего знаменитого баснописца мы пригласили в нашу библиотеку учащихся Винновской гимназии, учителей и, конечно, нашего любимого баснописца, жителя города Видное, Евгения Сергеевича Зорина. Евгений Сергеевич хоть и моложе Крылова на 200 лет, но мотивы его басен те же – обличение пороков общества. Герои, как водится, животные. Однако в персонажах легко угадывается поведение некоторых людей. Все творчество местного баснописца делится на два цикла для взрослых и басни для детей. Поскольку аудитория слушателей была преимущественно детская, басни Евгений Зорин читал именно для них. «Ягненок снова встретился со стадом и материнской лаской святкой, а волк стал теплой зимней шапкой». Ребята, в свою очередь, тоже отвечали ему баснями, но уже не собственного сочинения, а принадлежащих Перу Ивана Крылова. «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывает так право сказки». Еще в рамках мероприятия прошла викторина, читали стихи, даже показывали театральные сценки. Михаил Решетов, Константин Брылов, Видное ТВ. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся концерт вокальной музыки. Песни классического и современного репертуара могли послушать как ученики школы, так и все жители поселения. Благодаря преподавателю ДШИ Елене Красовской в заведении зарождается новая интересная традиция. Подробнее о ней расскажет Максим Козлов. Речь умного вага Звучай на Превоге мирской суеты От тревог мирской суеты сегодня сбежали те, кто посетил концерт вокальной музыки в Развилковской школе искусств. В программе «Арии заперет» популярные песни разных лет «Русские романсы». Одна из участниц концерта солистка Большого театра Юлия Оралова. С мировой сцены она на один вечер шагнула на сцену небольшого подмосковного поселка и не пожалела. Иногда выходишь и чувствуешь, что зал, что называется, тяжелый или нет вот этой обратной связи, и тогда приходится сильно включаться. Этот зал был хорошим, теплым. Прием был душевный. Петь хотелось. Даже, я бы сказала, можно было еще спеть. Цикл концертов вокальной музыки организован преподавателем ДШИ Еленой Красовской. Она же концертмейстер и ведущая концерта, рассказывает об истории музыкальных произведений. Первый концерт вокальной музыки состоялся в конце прошлого года. На нем выступала солистка Большого театра Галина Войниченко с программой детских песен. Тогда и возникла идея предоставлять эту сцену большим артистам постоянно. Мне бы хотелось, чтобы это был цикл, потому что мы имеем такой шикарный зал здесь у нас в поселке. И если бы люди знали, что здесь проходят концерты, и ходили бы сюда, они бы получали огромное удовольствие. Организовывая концерт, Елена Красовская обращается к певцам, с которыми работала в качестве концертмейстера или к бывшим ученикам. Присутствие на сцене именитых исполнителей для многих жителей развилки стало откровением. Да, дать должное на высоком уровне. Я не ожидал, что такие мастера, артисты с большой буквы могут у нас выступать. Второго участника концерта Андрея Леонтьева нельзя назвать профессионалом в строгом смысле этого слова. Он работает в одном из московских храмов. Про таких говорят – поет душой. Елена Олеговна, мы с ней поем концерты в социальных центрах. Ну и она меня пригласила. Здесь первый раз, я нигде не учился. А каким образом выбираете репертуар? Вот, допустим, сегодня такой, здесь такой, здесь такой. На что ориентируетесь? Ну, мы обычно подбираем там по зрителю, по слушателю, а там уже как получится. Так-то больше ста произведений выбрать есть из чего. Арии сменялись песнями из кинофильмов, а те, в свою очередь, романцами. Концерт длился всего 40 минут, и за это время для зрителей артисты стали добрыми друзьями. Мне больше понравилась девушка вот пела. И, конечно, эту песню мы с удовольствием подпевали все сердце. Редко выдается куда-то вырваться, а тут музыка вся, ну, знакомая и близкая. В конце выступления артисты раздают автографы, а у зрителей уже есть пожелания на следующую встречу. Нам в следующий раз хотелось, чтобы они приехали, и именно духовно еще включили бы в свой концерт исполнение духовное. Это потому что наши дети здесь исполняем, мы учим духовные песни, им это очень нравится. Несмотря на то, что школа искусств в Развилке имеет давнюю историю, все кардинально поменялось, когда заведение переехало в новое здание в 2017 году. Развилковская детская школа искусств построена недавно, и традиции здесь только складываются. И свидетелями зарождения и укрепления одной из них мы и стали сегодня. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ. И о погоде. Завтра будет пасмурно, днем и ночью температура в районе нуля градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова